народ здорово в этом видео расскажу вам краткий пересказ фильма булли также не забывайте подписываться чтобы не пропустить новые ролики а также наверное уже задолбал но все-таки с новым годом обычные школе в америке идут трое хулиганов среди которых есть их лидер по имени майлз по жизни они обиженки и вот задирают тех кто слабее чтобы быть выше других джимми милиган у него вечно с ними проблемы его все время напрягают но он не дает им сдачи его поддерживают его друзья ван дарк холл и бобби друзья любят подурачиться также у парня добрые заботливые родители теперь понятны за кого он как шар дома джимми не может остановиться и поэтому поедает сладости пачкой как-то по пути в школу майлз с дружками хватает джимми и говорит что должен им 100 баксов такой суммы парня нету а если бы она и была это бы он потратил на сладости хулиган требует достать деньги иначе ему будет очень херово друзья джимми боятся и как подобает настоящим друзьям они сливаются майлз показывает что он придурок и издевается над бобби после урока милиган пытается подбодрить друга трое идут в кафе где джимми угощает парней но как обычно он хавает больше всех братки замечают что на джимми насматривается местная баба фрик подсаживается майлз и снова требует 100 баксов парень рядом говорит чтобы хулиган пошел подальше но то только угорает тогда подходит его старший брат биг блэк и майлз обостравшись морально или даже физически сваливает но потом хулиганы все-таки ловят миллиган заставляет миллиган заявляет что он не собирается платить и отдавать что-либо тогда малс приходит в бешенство матки и бьет нашего роки бальбо к счастью из ближайшего дома выходит пожилой мужчина кричит на хулигана что тот сваливал а тот заподозрив черную мафию вспоминая что и в школе он ушел от чернокожего и сейчас заступается также чернокожий расист расист нет по этому фактору он решил все-таки свалить а мужчина ведет паренька к себе чтобы обработать его раны и представляется как мистер джексон ну конечно кто бы и сомневался оказывается мужчина раньше был профессиональным боксером парень просит тренировать его чтобы дать отпор хулиганам но боксер для этого слишком уже стар однако у него есть хороший друг который может помочь джимми рассказывает обо всем родителям вскоре они всей семьей идут уже и в спортзал сопровождение джексона хозяин зала мачете тепло приветствует старого друга тренер узнав о том что джимми готов упорно тренироваться соглашается все-таки его обучить парень усердно боксирует а пожилой мужчина смотрит из-за ринга на его успехи он тренируется настолько что ему даже тяжело ходить после тренировки но он не сдается джексон советует джимми сказать майлзу что он соберет для него аж 200 баксов если конечно тот даст ему немножко времени в школе парень просит дать ему месяц хулиган включает настоящий принцип что хулиган без мозгов и тем самым соглашается ничего не завоподозрив но через несколько дней мотивация джимми все-таки начинает пропадать он говорит что очень устал мачете и джексон уверены что парень стал несерьезно относиться к тренировкам так как он истощен морально они физически и по дороге домой джимми жалуется что у него ничего не получается он уверен что никогда не сможет противостоять малзу отец тоже видит апатию парня он говорит что если сын не готов упорно трудиться то все-таки ему и не стоит тратить время мачете мужчина добавляет что случае успеха парень сможет научить своих детей но если даже он все бросит то может быть он чему-нибудь другому научит своих детей если конечно такому лузеру кто-то даст на следующий день хулиганы снова наезжают на друзей и бьют бобби после урока в джимми пытается утешить друга пока тот ноет конечно как баба отвечает что все равно ничего нельзя поделать но миллиган не намерен сдаваться джимми собирает всю волю в жирный кулак и едет в зал на велосипеде хотя раньше его подвозили на машине сегодня парень выкладывается на полную ему даже удается отправить самого мачете на пол ринга джимми тренируется с удвоенной энергией пока они вздуваются от голода и у него начинает получаться все лучше и лучше столовый парень рассказывает энди о том что он начал заниматься боксом в этот момент за столик посаживается баба фрик и приглашает джимми на свидание ребята идут вместе на вечеринку к друзьям они отлично проводят время и узнают друг друга поближе ведь американская вечеринка исключительно с бухлом и проблемами но и энди один из друзей мауза начинает быковать на пару джимми на этот раз уверенно отвечает хулигану этот без поддержки своих дружков вынужден обоссаться и убраться вон вскоре парень приводит бабу в зал где мачете показывает что девушки также могут достигнуть отличных результатов в боксе затем джимми демонстрирует чему научился во время тренировки мачете просит бойца смешанных единоборств потренировать парня чтобы он был готов к любой ситуации не считая ножа в руке наступает день расчета смайлз джимми полон решимость дать ему отпор в школе но хулиган грозится избить парня и его друзей если он не даст всю сумму в туалете крутой старшеклассник почему крутой будет известно только чуть попозже узнав о ситуации смайлзом и тренировках парня желает джимми удачи в бою с ним и эдди слышит их разговоры рассказывает все мэлз тогда хулиганы обсываются в мокрые штаны и просят подъехать отморозка били стеклянная харя чтобы он подстраховал адриана беспокоится за друга и звонит мачете рассказывает про намечающуюся драку однако тренер верю что его подопечные успешно справиться с хулиганами но крутой парень не хочет допустить крови в школе он отправляет своих друзей бандитов успокоить отморозка били и вся школа собирается посмотреть на избиение джимми драка начинается и мол сразу сильно бьет парня по лицу джимми поднимается как ван дам земли уклоняется от ударов противника и бьет в ответ в харю тогда хулиганы получает очередной удар подбегают его дружки хватает милигана но друзья джимми подлетают и показывают настоящего босса качалки несколько сильных ударов и майлз уже не может встать мистер джексон гордиться своим подопечным ролики со школьной драки и они быстро становятся вирусными в сети а смелым крутом вышибали даже снимать репортаж для местного телевидения родители гордятся что их сын смог постоять за себя хоть и не смог похудеть компания друзей уверенно шагает по коридору милиган знает что целая куча баб открыта для него и не нужна ему баба фрик никто не любит фриков зная что избитые униженные опущенные хулиганы теперь не будут доставать никого в школе иначе им конец народ спасибо за просмотр и не забывайте подписываться чтобы не пропустить новые видео